Я тебе расскажу вчерашнее расстройство, дорогие друзья. У меня вчера лёг спать в расстроенных чувствах. Кто посмел расстройщик эльманов? Соловей, 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 Соловей Пташечка. Ну, Валерий Соловей посмел. Что сказал? Да, расскажу. Значит, слушаю я Соловья, и он даёт интервью. Не, ну, он прям много чего интересного всегда говорит. Вот. И тут он говорит, год назад, прошлой осенью, когда уже готовилось наступление Украины, то в России, в правительстве, готовились к сценарию, что придётся бежать из Крыма. Потому что тогда в Америке, ну, уже к зиме ближе, да, было принято решение добивать путинский режим, поставить по максимуму вооружение Украине, добить режим. И тогда, если бы пришлось из Крыма бежать. Но, как видите, ситуация изменилась, потому что, первое, американцы передумали, не стали давать по максимуму вооружение. Второе, вот линия там Суровикина, оказалось, что война, она в духе Первой мировой, нет прорывов каких-то. Есть французский вопрос. С Хирали передумали. Он считает, что поменялась как бы политика внутри, посидели, поболтали, сказали, ну его нахер. Потом уже повлиял ещё и Пригожин со своим вот этим, что типа какой-то вот бандос может захватить власть. Они испугались вот этой истории про ядерный хаос, там вот это всё, какие-то бандиты будут ядерным оружием. Это рассказы Солодья. Меня во всех этих рассказах, что он говорит про Запад, не интересует. Ну, в смысле, что на Западе думали, не думали. Даже про это он не знает. А вот то, что он говорит про Кремль, что они уже были готовы бежать из Крыма потенциально, ну, готовили как сценарий. И типа мне такое ощущение сразу было, такое, ну, как будто, знаешь, вот как сборная Латвии на прошлой неделе играла с Германией в баскетбол. Если бы нам до чемпионата Европы сказали, до чемпионата мира по баскетболу, и вот Латвия на чемпионате мира по баскетболу, Латвия, чтобы вы понимали, это вот где Юрмала, только размером с Юрмала, да? Она на чемпионате мира по баскетболу победила последовательно Францию и выбила ее с чемпионата. Потом выбила Испанию, которая чемпиона мира и Европы, и выбила с чемпионата. Потом выбила Бразилию, которая бывшая чемпиона мира, Бразилию. И, наконец, в четвертьфинале, когда осталось 8 команд, играла с Германией. Если бы до чемпионата мира сказали Латвия будет в четвертьфинале чемпионата мира играть с Германией, в баскетбол я бы сказал, да ладно. А тут на последней минуте не хватило два очка. Проигрывали, отыгрались, и один бросок. Вот бросок, последняя секунда, но это стандартная в баскетболе ситуация, последний бросок. Попали, выиграли, полуфинал, и едешь на Олимпиаду через год. Гарантирован. Не нужно даже побеждать. Просто вышел, все. Не попали. Вот у меня такое же от Соловья было. Вот Крым, вот уже все должны были освободить. Меня освободили, и теперь будем воевать годами, и все, может быть, неизвестно, как закончится. Вот такое у меня от Соловья ощущение. Случилось. Но сегодня, Хадыр нас убрали, но сегодня, благодаря вот это, мне спас, Еврокомиссия меня спасла, сказав, вы о чем говорите вообще? Путин собирался империю строить, а сейчас просят артиллерийские снаряды у Ким Чен Ына. Я подумал, да, действительно, что это я? В смысле? А куда они денутся? Куда они денутся, Россия? Которая просит сегодня снаряды, чтобы просто удержать фронт. Есть еще одно «но». Потому что Соловей трындит, как дышит. Это другой вопрос. Вот. А почему он это делает? Почему? Я не знаю. Потому что он в России заложник. В этом смысле. Ну да. Конечно. Ну о чем ты? Я знаю парочку блогеров, которым дубина в одно место ФСБ засовывала, гораздо менее известным, чем Соловей, и которые внутри говорили ровно то, что надо. Соловей сказал одну фразу, Соловей сказал одну фразу. Я его и так уважал, честно скажу. Я слушал его лекции не о вот этом всем, просто лекции о том, как устроены диктатуры, например, были интересные лекции. До войны, в смысле. Но он же все-таки профессор. Но тут он сказал одну фразу, которая меня прям вообще потрясла. У него, когда спросили в очередной тысячный раз, а вот вы почему не уехали, а у вас там это, а вы там говорите, а у вас там опасность. Ну я выбрал остаться со своим народом. Звучит красиво. Я подумал, сука, он прав. Нет, он прав, конечно. Нет, не в смысле он прав, так надо делать. Нет, подожди. Он прав в том, что это действительно важнейшая история. Потому что действительно там есть люди, вот как ты говоришь, которых разные обстоятельства, которые не уехали, потому что у кого-то родители, у кого-то это, у кого-то это. И когда те, кто уехал, для них становятся за полтора года чужими абсолютно. Этот оставался с нами, а этот удрал. Нет, он такой же, как мы, он думает так же, как мы. Он тоже против путинского режима, против войны. Но он остался с нами, а эти уехали. Если бы я осталась с Минской, знаешь, где бы я была? Я не сказал, что надо так делать. Я сказал, что этот аргумент, я понимаю, ты была бы в тюрьме, это само собой. Но он же не в тюрьме сейчас, Соловей. Я сейчас не про Навального говорю. Поэтому цена ему грош. А? Иначе бы он был в тюрьме. К сожалению, Миша, работает именно так. Вот в таких ситуациях, ты же в диктатуре-то не жил-то. Понимаешь, тебе... СССР. Ой, СССР, это травоядный брежневский период. Я тебя умоляю. Ни политики, ничего. Я согласен. Учителя анекдоты детям рассказывают. Безусловно. А вот ты же не попадал вот в эти жирноват диктатуры, когда ты на другой стороне. И ты понимаешь, вот это абсолютнейшее показатель. Если ты внутри, и ты что-то говоришь... Значит, ты ничего не говоришь, да? Значит, ты ничего не говоришь. Либо тебе позволили. Это называется управляемая оппозиция. И она может говорить, я с народом, я с тем, я такой крутой. Ложь, трындёж и провокация. Не хочу материться, я же девочка.